Частный центральный банк, что меня вам понадобилось целых 77 лет, чтобы залезать раны. Когда Джексону задавали вопрос, что он считает самым важным достижением в своей жизни, он отвечал, я убил банк, Абрахам Линкольн. К сожалению, даже Джексон не имел целостного представления об истинном положении дел и реальных причинах происходящего. И хотя ему удалось ликвидировать банк, самое действенное оружие менял банковские операции с частичным покрытием осталось в арсенале многочисленных государственных банков. Это продолжало подпитывать экономическую нестабильность в период до самой гражданской войны. Тем не менее, центральный банк был выведен из строя, и как следствие Америка процветала по мере своего продвижения на Запад. Все это время главные менялы мира безрезультатно вели борьбу за возврат своих прежних позиций в Америке. В конце концов, они обратились к испытанному рецепту центральных банков. Чтобы создать долг и зависимость, нужно развязать войну. Поскольку они не могли заполучить свой центральный банк обратно другим способом, Америку было решено поставить на колени с помощью гражданской войны, как это было сделано в 1812 году после отказа продлить лицензию Первому банку США. Через месяц после инаугурации Абрахама Линкольна с военных действий в порте Самтон, Южная Каролина, 12 апреля 1861 года, началась Американская гражданская война. Конечно, одной из причин гражданской войны было рабство, но отнюдь не главной причиной. Линкольн осознавал, что экономика Юга США держится на институте рабства, поэтому перед началом гражданской войны у него не было намерения его отменить. В своем праздничном обращении по случаю инаугурации он изложил это следующим образом. «У меня нет намерений прямо или косвенно вмешиваться в институт рабства в Штатах, где оно существует. Уверяю вас, у меня нет ни законного права, ни желания это делать». Даже после начала войны Линкольн продолжал утверждать, что гражданская война никак не связана с рабством. «Моя первоочередная забота – это спасти союз, а это никак не связано с вопросом сохранения или несохранения рабства. Если я смогу спасти союз и не освободить ни одного раба, я это сделаю». Абрахам Линкольн. Так из-за чего разгорелась гражданская война? На нее повлияло множество факторов. Промышленники Севера использовали протекционистические тарифы, чтобы Юг не мог покупать недорогие европейские товары. Европа ответила тем, что перестала импортировать хлопок с Юга. В результате Южные Штаты оказались в двойном финансовом капкане. Их заставили платить больше за большую часть потребительских товаров, в то время как доходы от экспорта хлопка резко снизились. Юг негодовал. Однако были и другие факторы, которые влияли на развитие ситуации. Менялы до сих пор были выведены из себя тем, что Америка вышла из-под их контроля 25 лет назад. С тех пор экономическая политика, кошка, которая гуляет сама по себе, обогатила страну. Она могла стать примером для других стран. Зато теперь центральные банкиры узрели замечательную возможность разделить новую богатую страну на части и покорить ее с помощью военной силы. Была ли версия о каком-то сумасшедшем всемирном заговоре против Америки в ходу в то время? Давайте послушаем мнение искушенного очевидца тех событий. Его имя Отто фон Бисмарк, канцлер Германии, человек, всего год спустя объединивший разрозненные немецкие государства в единое целое. Решение о разделении Соединенных Штатов на равные по силе Федерации было принято задолго до Американской гражданской войны высшими финансовыми кругами Европы. Эти банкиры испугались, что если Соединенные Штаты сохранятся как единое государство и один народ, то они смогут обрести экономическую и финансовую независимость, которая поколеблит их финансовую власть над всем миром. Через месяц после первых выстрелов в форте Самтор центральные банкиры судили императору Франции Наполеону Третьему 210 миллионов франков на захват Мексики и размещение войск вдоль южных границ США, чтобы военными средствами нарушить доктрину лавирования и вернуть Мексику в колониальное иго. Как они рассчитывали, вне зависимости от исхода гражданской войны, США, ослабленные и залезшие в долги, снова откроют центральную Южную Америку для европейской колонизации. То есть тому самому, чему положила конец принятая в 1823 году США доктрина лавирования. В то же время Великобритания разместила 11-тысячный канадский войсковой контингент вдоль северной границы США. Британский военно-морской флот был поставлен в состоянии боевого дежурства на случай, если понадобится быстрая интервенция США. Линкольн понимал, что оказался в двойном переплете, поэтому он так переживал о судьбе Союза. Тому были гораздо более веские причины, чем просто разногласия между Севером и Югом. По этой причине он всегда настаивал именно на необходимости Союза Штатов, а не просто на поражении Юга. Однако для победы были нужны деньги. В 1861 году Линкольн и тогдашний секретарь казначейства Соломон Чейз поехали в Нью-Йорк за кредитами. Менял их, желая Союзу погибели, предложили кредиты по ставке от 24 до 36% годовых, на что Линкольн сказал спасибо. В смысле спасибо нет. Тогда Линкольн послал за своим старым другом, полковником Диком Тейлором из Чикаго, и взвалил на его плечи проблемы финансирования военных действий. Некоторое время спустя он спросил Тейлора, что ему удалось сделать. Тот ответил следующее. «Все очень просто, дорогой Линкольн. Проведите через Конгресс законопроект о выпуске государственных обязательств, имеющих законную платежную силу, и заплатите ими солдатам. И теми же средствами продолжайте финансировать войну до победного конца», полковник Дик Тейлор. Когда Линкольн спросил, как воспримет появление обязательств народ США, Тейлор ответил. «У народа или у кого-либо еще просто не будет выбора. Если вы сделаете обязательства с законным средством платежа, они получат санкцию правительства и должны принимать как деньги, поскольку Конгресс уполномочен Конституцией на принятие подобных решений». Так Линкольн и поступил. В 1862-63 годах было напечатано на 450 миллионов новых обязательств. Для отличия от других, находившихся в обращении банкнот, их обратную сторону покрасили в зеленый цвет. Поэтому новые банкноты прозвали «гринбэкс», или в переводе с английского «зеленые спинки». Этими новыми банкнотами рассчитались с войсками и обеспечили их амуницией. То есть в ходе войны было выпущено на 450 миллионов долларов в зеленых спинах без уплаты всяких процентов стороны федерального правительства. Линкольн видел, кто реальный кукловод в этом спектакле и какова ставка для американского народа. Свой подход он объяснил следующим образом. Правительство должно создать и заставить циркулировать всю валюту, которая будет удовлетворять потребностям правительства и потребительской способности граждан. Привилегия выпуска денег – это не только главная прерогатива правительства, но и величайшая возможность творить. Если мы одобрим подобные принципы, то сэкономим налогоплательщикам огромные суммы, уходящие на выплату процентов. Деньги перестанут быть хозяином и станут слугой человечества. Самое удивительное, что редакторская статья в газете London Times того времени объяснила отношение центральных банкиров к зеленым спинкам Линкольн. Если эта порочная финансовая политика, возникшая в Северной Америке, будет доведена до логического конца, то правительство США обеспечит страну деньгами без платы за их использование. Оно выплатит свой внешний долг и не будет больше иметь долгов. У него будут необходимые средства для поддержания торговли, и страна станет невиданно богатой. Умы и богатства всех стран потекут в Северную Америку. Эту страну нужно разрушить, или она уничтозит все монархии в мире. Схема оказалась настолько эффективной, что в следующем 1863 году, когда войска федеральных войск и конфедератов начали готовиться к решающей схватке гражданской войны, а казначейству понадобилось еще одно разрешение Конгресса на выпуск новой партии зеленых спинок, Линкольн позволил банкирам провести через наконодательный орган закон о национальных банках. Новые национальные банки должны были работать на принципах полного отсутствия налогообложения и в совокупности владеть исключительно монополией на эмиссию новой формы денег, банкнот. И хотя зеленые спинки продолжали находиться в обращении, их количество не увеличивалось. Но что самое важное, с этого времени вся денежная масса США начала создаваться за счет выкупа банками правительственных облигаций и выпуска адекватного количества банкнот для создания резервов. Историк Джон Кеннет Гелбрейд прокомментировал это так. Многие довоенные годы федеральное правительство работало с большим профицитом бюджета. Однако оно не могло погасить свой долг и выкупить правительственные ценные бумаги, поскольку тогда не стало бы облигаций, которые являлись обеспечением национальной валюты. Погасить внутренний долг значило разрушить национальную денежную систему. В 1863 году Линкольн получил неожиданную помощь со стороны русского царя Александра II. Царь, как и германский канцлер Дисмарк, понимал, на что способны международные именялы, и по этой причине отказывался от учреждения Центрального банка в России. Если бы Америка выжила и избежала когтей именял, положение царя осталось бы невлаголебимым. А если бы банкиры преуспели в своих начинаниях, то Великобритания и Франция, находящиеся под контролем своих Центральных банков, поделив между собой США, начали бы угрожать России. Поэтому Александр II официально предупредил, что в случае, если Англия и Франция окажут военную, либо какую-то другую помощь Югу, Россия будет считать это объявлением войны. Он привел в боеготовность часть российского Тихоокеанского флота и послал его в форт Сан-Франциско. Линкольн был переизбран в следующем 1864 году. Если бы он не был убит, то наверняка уничтожил бы денежную монополию национальных банков, обретенную ими во время войны. В письме другу от 21 ноября 1864 года он писал, «В власть денег охотится за нашим народом во время мира и плетет против него заговор, когда идет война. Она более деспотична, чем монархия, более нагла, чем автократия и более эгоистична, чем бюрократия». Незадолго до убийства Линкольна, его бывший секретарь казначейства Соломон Чейз только сожалел о том, что помог протолкнуть закон о национальных банках годом раньше. То, что мое ведомство способствовало принятию закона о национальных банках, было величайшей финансовой ошибкой в моей жизни. Этот закон создал монополию, затрагивающую все сферы жизни этой страны. 14 апреля 1865 года, через 41 день после начала второго президентского срока, Линкольн был застрелен Джоном Вокспу в театре Борд. Канцлер Германии горевала гибель Абрахама Линкольна. Смерть Линкольна – это катастрофа для всего христианского мира. Во всех США не было человека, равного ему. Я опасаюсь, что известные своим лукавством и хитроумными трюками иностранные банкиры возьмут под свой полный контроль огромные богатства Америки и направят их на систематическое развращение современной цивилизации. Они не применут погрузить весь христианский мир в причину войн и хаоса только для того, чтобы вся земля стала их наследием. Бисмарк отлично понимал, в чем состоит план «Менял». Обоснованное предположение, что за убийством Линкольна стоят международные банкиры, 70 лет спустя, в 1934 году, высказал известный канадский юрист Джеральд МакГир в 5-часовом обращении к Канадской палате общин, он заклеймил основанную на долге канадскую денежную систему. Не забудьте, шел 1934 год, самый разгар Великой депрессии, затронувшей и Канаду. После смерти Джона Вокспу, в руки МакГира от секретной службы попали скрытые от общественности свидетельства, полученные уже после судебного процесса. МакГир утверждал, что они указывают на то, что Вокспу был наемником международных банкиров. Так это описывается в статье газеты «Ванкувер Сан» от 2 мая 1934 года. Абрахам Линкольн, принявший смерть мученика, освободитель рабов, был убит в результате интриг представительной группы международных банкиров, которые боялись планов президента США по реформированию национальной денежной системы. В то время в мире существовала только одна группа, имевшая хоть какое-то основание желать смерть Линкольна. Это были люди, не желавшие реализации программы реформирования денежной системы Линкольна. Она боролась с его политикой выпуска банкнот «зеленых спинок» в течение всей Гражданской войны. Что любопытно, МакГир заявлял, причиной убийства Линкольна послужило не только то, что международные банкиры жаждали восстановления в США Центрального банка. Они стремились к тому, чтобы американская валюта основывалась на золоте, а запасы золота находились под их полным контролем. Другими словами, хотели перевести Америку на золотой стандарт. Линкольн же делал обратное. Выпускал банкноты, которые обеспечивались платежной способностью и бюджетом США. В той же статье МакГир писал, эти люди были заинтересованы в установлении денежной системы золотого стандарта и права банкиров на управление национальной валютой и бюджетом всех стран мира. Как только Линкольн был убран с их дороги, у них появилась возможность восстановить свое влияние в США. И они это сделали. Всего через 8 лет после убийства Линкольна, серебро было выведено из денежной системы США, здесь восстарился золотой стандарт. Поэтому эти зеленые банкноты с красной печатью начали выпускать не при президенте Кеннеди, как думают многие. Это были те же самые необремененные долгом США зеленые спинки Линкольн, выпускавшиеся правительством из года в год. Также мало кто знает, что принятый в 1994 году законодательный акт США фактически санкционировал замену линкольнамских зеленых спинок банкнотами, основанными на долге. То есть на самом деле зеленые спинки находились в обращении в США вплоть до 1994 года. Но почему для банкиров серебро было плохим, а золото хорошее? Все просто. Серебра в США было всегда много. Его обращения трудно было контролировать, а золота не хватало. История учит, что обращение золота относительно легко монополизировать, а серебра в мире приблизительно в 15 раз...